Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую в нашей студии легендарного человека Максим Дунаевский, композитор, народный артист России, заслуженный деятель искусства России. Добрый день, Максим Мусакович. Добрый день. Ну, давайте сразу же скажем, что именно сегодня вы выступаете в нашем городе, в филармонии, начало концерта ровно в 7 часов вечера. Что это будет? Скажите, пожалуйста. Это вообще то, что будет в Кирове, это не совсем обычно, на самом деле. Обычно я выступаю, что-то говорю, пою, общаюсь со зрителем, а сегодня это будет большой концерт. Большой концерт, в котором участвует Кировский оркестр филармонический, участвует смешанный хор, большой детский хоры. И, естественно, что я буду тоже и петь, и говорить, и рассказывать, и то, чего зритель никогда не услышит и не знает. И будет замечательная певица из Москвы выступать, которая со мной приехала, Людмила Баталова. Я думаю, что зритель не будет разжевован ее потрясающим голосом. Так что, в общем, очень разнообразная и очень большая программа, я бы сказал. Как часто вы вообще путешествуете с концертами по стране? В последнее время вернулась молодость вторая. Как-то я уже давно забыл, мы это называли «с котомкой за плечами». Потому что у меня был и ансамбль свой когда-то, и вот сейчас я снова организовал такой ансамбль в Москве, в котором я выступаю. Но у меня был ансамбль-фестиваль, такая знаменитая группа была в свое время, в ряд всяких конкурсов и все. Потом у меня был Московский государственный мюзик-холл, с которым мы объездили и всю страну, и Европу. И был после смерти Леонидовича Утесова, его оркестр попал мне в руки. И это тоже в 1984 году я получил оркестр, это тоже была гастрольная жизнь. В общем, я наездился. Да и так просто, вместе и с Михаилом Боярским, и со многими артистами тоже в разных поездках всегда участвовал. Их было много, потому что денег платили мало, и надо было брать количеством, как мы говорили. Вот, и все артисты так работали. Патагонная такая система. И потом я подумал, что все, в этой жизни мне этого хватило, больше мне этого не надо. И вот вдруг сейчас на склоне лет, можно сказать, юбилейный свой год. С 70-летием, позвольте, вас все-таки поздравить. Да, вдруг концертные администраторы, директора вдруг проснулись и поняли, что они чего-то, видимо, потеряли. И снова меня включили в свои концертные гастрольные графики. Вы исполняете произведение своего папы, да? Обязательно. Целая страничка папе посвящена. Что будет исполнено сегодня? Как обычно, папины лучшие хиты, которые вот поет как раз Людмила Баталова, и я тоже участвую, и будет, и хор сегодня будет, и оркестр будет играть по произведению отца, который публика все равно никогда не забывает. Чем в настоящее время живет композитор Дунаевский? Над чем работает? Все мы прекрасно знаем те великолепные произведения, композиции, которые были написаны много лет назад. Что сейчас происходит? Происходит следующее. Если быть кратким, в основном работаю в театре. То есть пишу музыкальные спектакли, мюзиклы для различных театров. Как правило, если поставить какой-то один хороший театр, то ставить много других. Театры столичные? Да, не только. Вот, например, «Алые паруса» у меня такая настоящая премьера случилась в Екатеринбурге, одновременно в Перми и Новосибирске, и это подхватили все театры, а Москва была последней. Хотя, как драматический спектакль на Москве шел. Ну, вот как мюзикл настоящий он начал свое путешествие оттуда. Ну, приходится лично выезжать, собственно, в тот же Екатеринбург. Я, это мое собственное, так сказать, желание. Я могу не выезжать, но тогда я превращусь просто в канцелярскую крысу. Конечно, мне интересно и приятно увидеть, услышать, помочь. В помощи всегда театры нуждаются в музыкальной какой-то. В этом, как правило, участвуют и мои аранжировщики, мои соратники в таких работах. Я их рекомендую, они принимают участие. Так что все это довольно большой процесс и очень интересно. Велика ли команда, которая работает вместе с вами? Ну, я вам скажу, что у меня, вы имеете в виду музыкально, да? Да, у меня есть аранжировщик, так сказать, постоянно. У меня есть студия, в которой работают вот мой аранжировщик и звукорежиссер, и музыкальный продюсер. Он же все в одном лице. Вот, есть мои, так сказать, более, просто мои друзья-музыканты, которые никогда не отказываются сотрудничать со мной. Это Евгений Загод, тоже замечательный композитор и аранжировщик, и дирижер. Он сам и дирижирует моими мюзиклами, что мне очень приятно, что люди тратят на это время, потому что я не думаю, что это делает из коммерческих соображений. Где черпается вдохновение? Вдохновение черпается, да, для новых произведений. Вы знаете, оно откуда-то пока идет, пока. Ведь этот поток может прекратиться в любой момент. И мы это наблюдали очень часто и в истории музыкальной, и я знаю прекрасно, что это связано. И, извините, с возрастом тоже, и с востребованностью. Вы говорите о вдохновении. Вдохновение еще питает очень важную вещь – востребованность. Когда тебя хотят. Когда тебя хотят видеть, слышать. И ты знаешь, что ты должен показать, представить. И вот это тебя держит, конечно. На плаву держит очень серьезно. И вот эта космическая связь, она продолжает существовать. То есть она обратная. То есть оттуда что-то идет, но если отсюда ничего не идет, то оно прекращается. Что касается работы для кино, в настоящее время это продолжается? Нет, нет. Я кино почти, очень мало. В прошлом году сделал один фильм. Ну, еще один фильм и один сериал. Сериал с другом своим, Дмитрием Харатьяном. Я только с друзьями работаю в кино. Потому что кино уже достигло, по-моему, дна наше. Несмотря на некоторые успехи. Кино в целом, по качеству того, что происходит на экране. Конечно, конечно, абсолютно. И отношение к кино людей, которые его делают, и профессионализм этих людей вызывает у меня большое сомнение. Не только у меня. Я думаю, у всех здравомыслящих людей, которые работают в кино, не работают в кино, не важно. Вы современные российские фильмы смотрите? Что посмотрите? Ну, я смотрю, но я не выдерживаю их смотреть-то. Не выдерживаю. Даже лучшие фильмы, которые получают невероятные премии, и то не выдерживаю. Я, вы знаете, то ли я совсем сошел с ума, мне кажется, или я недостаточно образован. Хотя образование я получил блестящее по советским, да и не по советским временам. Дай бог каждому получить такое всестороннее образование, как я. Но я не понимаю, что происходит в этом кино. Потому что я все равно считаю, что любое кино, даже если его оценили, значит, сухие критики, чисто по своим каким-то абсолютно формальным признакам, да, снобистским, все равно его зритель должен смотреть. Если его зритель не хочет смотреть. Я смотрю американское кино, даже очень сложное, очень, я бы сказал, скучное с точки зрения массового зрителя, но я его смотрю. Оно все равно мне интересно, и актерскими ролями, и как построены режиссуры, и драматургия, и какими-то интересными ходами. Но я, увы, ну не могу я смотреть даже наши замечательные фестивальные, так сказать, фильмы, которые получили кучу премий. Ну вот что-то происходит. Вот «Левиафан», например, вы смотрели. Нет, не могу выдержать. Я его посмотрел. Я несколько раз пытался его смотреть. Я не могу. Во-первых, эта депрессуха, она меня совершенно не устраивает. Я не могу. Ну я хочу. Вы знаете, ну могут быть такие фильмы. Но не все же. У нас все фильмы такого рода. Все теперь работают под Звягинцева. Все. Все хотят получить «Золотой глобус». Понимаете? И такое впечатление, что все теперь хотят. Но это невозможно. Это, получается, это сплошной такой черный мутный поток, который на тебя обваливается, и ты уходишь убитый с этой картины. Уж не говоря о том, что в кино я ее смотреть не пойду, хотя знаю, что надо, что я ее все-таки посмотрю на маленьком экране. Ну а как вы думаете, как вы чувствуете в нашем обществе, у наших людей ощущается все-таки потребность в хорошем, добром, ну не знаю, удобно ли здесь использовать слово «старом», да, там, кино, пропагандирующей, исповедующей вечной ценности? Ну вы посмотрите, простой пример, один единственный – ирония судьбы. Это даже не экранная картина, это телевизионная картина Эльдара Лизанова. Да вы смотрите, до сих пор все прилипают к экранам, когда идет, оно не стареет, оно не стареет по духу, по взаимоотношениям, по актерской игре, по тому, как она сделала. Она, да просто по соединению с этим героем. И первый канал, по-моему, в прошлом году, что ли, или позапрошлом, сделал дикую глупость, хотя, может, и повторил, по-моему, в этом году даже эту глупость. Пустил подряд иронию судьбы старую, Рязановскую, иронию судьбы новую. Продолжение. Боже мой, и актеры замечательные, и все вроде на месте, но, боже мой, какая скука с больным сидеть по Пушкину просто. Понимаете, это ужас, вот это несравнимые вещи. Вот вам, современный популярный режиссер. А как относитесь к ремейкам известных кинохитов, да, та же «Кавказская пленница», вот сейчас у нас выходит на экран «Азори здесь тихие». Да, я считаю, что это опять недостаток тем, недостаток мысли режиссерской и драматургической. Не находят ничего нового, о чем снять картину. Это для меня дико. Неужели вокруг ничего нет? Ну, действительно, драматургов практически нет. Они просто умирают уже, мы их теряем, но никак они не появляются. И поэтому, я думаю, что я из-за этого не принимаю. Тем более, что ремейки ни разу еще не были лучше своего оригинала. Американцы это делать умеют, здорово, но у них это поставлено на поток, и это чисто коммерческое мероприятие. А у нас пытаются что-то сделать, чтобы это было действительно хорошо, напомнить зрителю, но ничего хорошего из этого не входит. А музыка, которая звучит в современном кино? Вот это та самая причина, по которой я и не хочу работать в кино. Потому что там не нужно творчество сегодня, не нужно. Там нужны какие-то звуки, какая-то... Вот и само даже слово, которое теперь очень прочно вошло в обиход наших режиссеров, продюсеров, саундтрек, значит, американское безобидное слово. Ну, абсолютно коммерческое термин. Абсолютно безобидное слово, которое у нас приобрело, как всегда в русском языке, иностранное слово приобретает несколько иное звучание. Никто не говорит уже написать музыку в кино. Говорит, нам нужен саундтрек. Вот они его имеют. Все, больше ничего об этом сказать. Но вы общаетесь с композиторами, которые пишут музыку для саундтрек? Общают оно и, собственно, чем они это все объясняют? Они зарабатывают деньги, хотя сегодня кино по сравнению со многими другими вещами, с тем же театром, даже ничуть не выделяется в плане коммерческом. Денег даже театр дает больше, если иметь в виду, что театр платит еще и, так сказать, авторские деньги, которые из кино никто не получает. Я вообще никогда его не видел, потому что кино плохое у нас. Я его получаю только от телевизионных просмотров. Так что даже и коммерчески это не выгодно. Но ребятам молодым, которые только что вышли из рекламы, как правило, написав 30-секундные ролики, для них, наверное, это работа. Вот они там и работают, снижая до минимуму цены. И поэтому, как говорят, давайте Рыбникова пригласим, Журбинария, Данаевского, то сразу продюсер говорит, ой, они очень дорогие. Ну, конечно, лучше по дешевке сделать кое-что. Есть рецепт, не знаю, хита в настоящее время? Вот, все, композитор садится за работу, все, это будет висеть на ушах у каждого, что называется. Нет, рецепта хита не существует. Я думаю, что есть, вот, вы знаете, все мы говорим о потусторонних вещах. Конечно, определенные знания того, что сегодня должно звучать, что сегодня понравится зрителю, конечно, композитор знать должен. Но очень часто это происходит совершенно помимо него. Очень. Вот, например, значит, «Пора, пора, порадуемся» песню я написал точно, осознавая, что в этой фильме, в этом фильме необходим суперхит. Вот, необходим. И он появился. И он появился. То есть это какая-то внутренняя такая волна. Мы все настроились на это. А дальше уже сработало что? У поэта сработало некое знание, что сегодня может понравиться у меня, что-то в воздухе висит. Но совсем писать, вот что сейчас с хитами происходит, почему хитов-то нет. Есть однодневки в хит-парадах, но нет настоящих многолетних хитов. Потому что нету... Потому что есть только одна часть этого. Знание того, что сегодня понравится. А нет другой части. Чего новенького в это внести? Потому что совсем идти на поводу невозможно. Это будет третьестепенное, второй раз съеденное, сжеванное и так далее. Что и происходит. За Западом или за Америкой мы идем, за Англией или за себя, за самими собой. Это не имеет значения. Вот. А там была некая свежесть. Вот сейчас, как теоретика, я могу сказать, что да, «Пора, пора, порадуемся». Была некая свежесть. А не только поймать волну, которая нравится зрителю. Вот. Так же было и с другими песнями. Я, кстати, ужасно стеснялся песней «Городские цветы» в свое время. Это уже исполняет Михаил Боярцкий. Да, потому что мне казалось, что она жутко ресторанная. Вот тут я вроде как пошел на потребу у полупьяной публики. Мне так казалось. Но оказалось, что по сравнению с моими опасениями сегодняшние песни, которые поют некоторые наши шансонные исполнители, я просто был каким-то, извините за нескромность, Моцартом просто. Интеллигентным. Да, да. Какое музыкальное пространство окружало вас в то время, когда вы создавали эти вещи легендарные? Какое музыкальное пространство вас окружает сейчас? Что вы слушаете? Я вообще, у меня странное такое понимание слушания музыки. Я специально никогда не слушаю. Ну, если я не иду в концерт. Если я иду в концерт, в зал послушать музыку либо своих товарищей, там сейчас Алексей Рыбников на какую-то премьеру зовет, Журбин, или просто классику послушать, исполнители. Я хожу на концерты. Не часто, но хожу. Но в основном это все-таки серьезный жанр, как правило. А из популярной музыки, вот то, что мне попадает в ухо, то я и принимаю. Я специально, если вдруг я где-то застреваю, то услышал, ой, как интересно. В свое время я так Стинга услышал. Первые его опыты, когда он из группы своей уже ушел. Тейкзет. Да. И первый... Ой, интересно, я купил диск. Это редко бывает, но вот услышал, купил. А когда мне говорят, ой, послушай то-то, как правило, это ничего не... Я прошу прощения, все-таки, да, не Тейкзет, я спутал с другим, все-таки, да, уже. Исполнителем Робер Туриц. Полис. Да, Полис. Да, конечно. Конечно, простите. А что тогда слушали? Вот меня не покидает ощущение, создавая эти вещи, которые все мы сейчас любим, выслушали нечто особое, чтобы не было доступно обычному советскому гражданину. Нет, нет, нет. Я, знаете, вот что-то попадает, оно там переваривается. Во-первых, нельзя же переносить свои музыкальные впечатления на лист нотной бумаги или в компьютер сразу. Нельзя. Это как раз будет то, чего у нас сейчас в основном все занимаются. Составлением кирпичиков из известного. Вот он, ритм популярный, модный. Теперь на ритм положим бас, на бас положим гитарку. Теперь вот некая гармония появилась, как правило, очень простецкая. А вот теперь сочиним мелодию. И уж потом некие стишки, которые сочиняют все, начиная от твоей жены и заканчивая, значит, девочкой, которая это потом споет. Вот такой продюсерский ход ныне. Это же не творчество. Это составление, я называю, по кирпичикам. Это подбор. Математический расклад. Это подбор, да. А творчество, конечно, это переваривание. То, что происходило в мозгу отца, например, моего. То есть говорят, что это американская музыка. Да, во многом. Он обожал Гершвина, он обожал современных композиторов. Берлина, Роджерса. Тех композиторов 30-х годов, потрясающих мелодистов, вышедших наполовину из Европы, наполовину живших корнями в этой американской блюзовой школе. И он это все переварил через себя. Через классику, потому что у него классическое образование, тоже консерваторское. Через городской романс, через цыганщину. Через все. Вот это было переварено. И родилась, им родилась. Именно вот эта некая советская песня, которая, на мой взгляд, она вот именно корнями уходила туда. Это настоящая интеграция. И даже сейчас в Америке, когда я показываю Исаака Дунаевского, он говорит, ой, это же люди, которые, естественно, уже там не живут, и далеко, и далеко от той музыки. Говорят, это же американская музыка. Понимаете, как интересно. У нас остается не так много времени. Хочу задать вам вопрос. Занимаетесь ли вы сейчас передачей своего опыта, преподавательской, возможно, деятельности? Можете кого-то назвать своими учениками. Есть такие? Учениками могу назвать людей, с которыми просто молодыми музыкантами, с которыми я общаюсь, которые меня называют своим учителем. Это не то, чтобы я читал им лекции, а просто наше общение, музыкальный опыт, который я передаю, он, видимо, для них ценен. Для моих. Это известные люди? Нет, потом они становятся, может быть, известными. Но нет, я говорю сейчас про молодых, относительно уже молодых поколений, следующих музыкантов, которые просто мне в глаза говорят, если бы не ты там... Ну, я даже не буду называть сейчас очень известных музыкантов, чтобы не выглядеть сейчас нескромным, которые просто говорили, если бы не ты, то меня бы там не было. Есть такие музыканты, которые так говорят мне. Хотя я им не преподавал. Но с удовольствием бы преподавал, на самом деле. Но не зовут. Скажите, пожалуйста, вот когда всё-таки примитивная музыка, примитивизация этой музыки, которую мы слышим в ежедневном формате, когда она может достигнуть своего уже всё апогея, когда отвратительно это будет? Мне кажется, она достигла. Уже достигла? Да. И это, вот я вам скажу, доказательство какое есть. Может быть, это не осознаётся. Критики у нас нет музыкальной как таковой. А если есть, она совершенно не авторитетна. Так вот, я вам скажу, значит, остаётся только вот сейчас по радио Москвы, значит, некая теоретическая... Где музыка звучит редко. Да, музыка звучит редко, но интересные люди появляются часто. И вот теоретически такую выкладку, что народ продемонстрировал свой отказ от попсы, от этой галимой, как я называю, попсы, пустой, тем, что они прилипли к шансону. Значит, ну, то, что дают, могли бы прилипнуть и к другому хорошему. Но шансон... Почему? Потому что шансон возвращается, сказать, к каким-то ценностям сердечным, искренним, пусть не всегда, далеко не всегда совершенным, но всё-таки стихам, но всё-таки каким-то мелодиям, какому-то простому изъявлению чувств. Вот. И поэтому шансон сегодня приобрёл, набрал такие обороты. Именно потому, что отвернулись от процесса. То есть процесс происходит. Очень жаль, наш разговор мог бы продолжиться, да, но истекает, к сожалению, наше время. Я благодарю нашего гостя, Максим Дунаевский, композитор, народный артист России, заслуженный деятельный искусств. И ещё раз зову всех сегодня на концерт. Сегодня, ровно в 19.00, начало концерта в филармонии. Так что позвоните, узнайте, собственно, в кассу, да. Время у вас уже мало. Да, время остаётся совершенно немного. Спасибо большое творческих и не только творческих успехов. Спасибо.